Прямо сейчас мы с вами отправимся в Португалию, страну, где можно понижиться у Атлантического океана, встретить у его берегов дельфинов и увидеть множество средневековых замков и крепостей и узнать много других интересностей. Океан. Вот что представляешь у себя в голове, когда слышишь о Португалии. Ведь Атлантический океан и есть главной достопримечательностью этой страны. Шум волн, голубая прозрачная вода и золотые песчаные пляжи. Настя Мандрыко с родителями прожила в Португалии несколько лет. Девочка рассказывает, на побережье океана можно повстречать не только серферов, но и много интересных жителей подводного мира. Когда я была маленькая, то я с родителями ездила в такой город, Сутубол. И там есть горный хребет, который называется Сера де Аравида. И там очень красивые пейзажи, и также говорят, что можно встретить дельфинов. Жители Солнечной Португалии с большим уважением относятся к истории. На улицах страны можно увидеть множество уникальных архитектурных памятников. Дворец Пена находится на высокой скале и не похож ни на одно другое строение в мире. Этот памятник сказочного вида, как будто картинка со страниц детской книги. Монастырь Алкабаса считается одним из семи чудес Португалии и является первым в государстве строением в годическом стиле. Средневековых замков в этой стране очень много. С их помощью в прошлом португальцы защищались от набегов захватчиков. В Португалии есть много замков. Один из них – это замок Брюжера, который я посещала. И славится он тем, что внучка королевы, которая до сих пор живет там, имеет много, имеет гектары плантаций винограда для производства вина. В Португальцы – большие сладкоежки. В этой стране большущий выбор кексов и пирогов. В большинство сладостей они добавляют много сахара и корицы. И перед их традиционными лакомствами невозможно устоять. Каждое утро португальцы начинаются с кофе и такого пирожного, как паштел доната. Это такое пирожное слоеного теста, которое подается с заварным кремом и корицей. За то время, что Настя жила в Португалии, она смогла получше узнать не только кулинарные традиции страны, но и особенности обучения в школе. Образование и школы отличаются от школ на Украине. Есть много особенностей. Например, дети с 1 по 4 класс пишут только карандашом. Или вместо того, чтобы понимать руку, когда зовут учителя или хотят ответить, они понимают указательный палец. Еще детей каждую неделю вводят в бассейн. И каждый учебный год примерно 2-3 раза детей вводят на пикник или на экскурсии в музей. Кажется, что португальский язык очень сложный в изучении. На данный момент на нем говорят более 200 миллионов человек. Так что знать хотя бы пару фраз на португальском никому не повредит. Для меня было легко выучить португальский язык, потому что еще с детства я дома разговаривала на русском, а в школе и на улице говорила на португальском. Но если человек приезжает туда и хочет выучить этот язык, то, я думаю, будет несложно, потому что, как для изучения любого иностранного языка, главное приложить немного усилий и все получится. Приветливые люди, солнечные дни и зеленые улицы. Вот что ждет вас в Португалии. Насте очень хочется опять туда вернуться, чтобы снова встретить улыбчивых португальцев, полюбоваться интересной архитектурой и искупаться в океане.